Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Телезрители Брежневской эпохи помнят ее как Паню Зосю из легендарного кабачка «13 стульев». Валентина Дмитриевна Шарикина в гостях у «Золотой рыбки». Здравствуйте, Валентина Дмитриевна. Передача у нас называется «Золотая рыбка». А я знаю, что в 1985 году вы играли в телеспектакле «Золотая рыбка». Да, ну это повтор был кабачка, только называла «Золотая рыбка». Кабачка «13 стульев», да, легендарного. А почему спустя... в 80-м году закрыли кабачок, да? Да, в сентябре. Мы снимали в сентябре в Сочи, когда были на гастролях в Сочи. А в это время революция в Польше произошла, и нас закрыли. Лапин нас не любил, и он с удовольствием нас закрыл. Лапин – это руководитель центрального телевидения? Да, да, да. То есть получается, что кабачок «13 стульев» был закрыт по политическим мотивам? Я этого не знал. Да, мы как раз в сентябре снимали кабачок и были на гастролях в Сочи. Но мы сняли его, и потом его показывали. Вот показывали уже в 85-м году, да? Ну, какой-то, да, 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 с перерывом, да. А почему там был Боярский и Понаровский в этой «Золотой рыбке»? Ну, приглашали певцов. Были приглашенные, приезжали из Болгарии, Польши, пели. Когда мы сами пытались петь... I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, oh, love. I couldn't aspire to anything higher. And to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, I wanna be loved by you, I wanna be loved by you. Берлин Монро. Да, чуть-чуть. А у вас репертуар был в основном польские, да, песни в кабачке? Болгарские, польские, венгерские. На разных языках мы. Я Абу помню, я Абу впервые услышал в кабачке 13 студий. Да, и потом приглашенные приезжали из Польши, из Венгрии певицы. А, то есть не только герои, актеры изображали что-нибудь? Да, а приглашали настоящих певцов. Так в кабачке бывало. Я этого не помню. Я тоже почти, но я знаю, что выступала из Венгрии певица и певец. Забыла фамилию. Забыла, по-моему, из Чехословакии. Известный певец выступал. Значит, кабачок существовал с 65-го по 80-е. 64-го. 64-го, да. Да. А то есть прямо это начало вашей карьеры. Вы в 62-м году в первый раз, да, снялись? Ваш первый фильм был. В 64-м. В 64-м? Да, в 62-м старшей сестре я снималась. Ну да, я говорю, что снялись. Закончила училище в 62-м. Щукинская? Щукинская. С кем учились там? С Андреем Мироновым, Викушей Лепко, Коля Волков, Юра Волынцев. Царствие им небесное. Я слышал, что Олег Ефремов приглашал вас после училища в «Современник». Да, да. Но вы предпочли уйти в «Сатиру». Дело в том, что Андрей показывался в театре «Сатиру». Миронов. Да, Миронов. И попросил меня подыграть ему миссис Пирс в «Пигмалионе», потому что его партнерша улетела, кто-то там заболел. А со мной он сыграл загадочную натуру, которую на втором курсе он и ставил. И нас взяли в театр «Сатиры». И когда я спросила своего педагога Беннинбойма Александра, в какой театр идти, он сказал, иди в «Сатиру», там добрые люди. А что, Ефремов не был добрым разве? Современники были недобрые? Ну, я не знаю. Я не права, конечно. Но я послушала своего учителя. Ни разу не жалели? Нет. Вообще жалеть смысла нет ни о чём никогда. Так случилось, значит, всё воля Бога. На всё воля Бога. И вы были верующим человеком, будучи студенткой? Я была верующим с детства. Потому что, я же говорю, бабушка ставила меня на колени утром и вечером. Она по-польски молилась, а я по-русски. Её подруга дала мне молитву Иисусова на русском языке. И потом она крестила меня в лавре Киевско-Печерской. А в Википедии написано, что вы родились в Киеве, но утверждаете, что родились в Свердловске. Я утверждаю, что я родилась в Свердловске. А потом, дело в том, что я родилась в сороковом году до войны. А мама там заканчивала консерваторию. В Свердловске? Да. Отец летчик военный. И его перевели из Киева в Свердловск. И мама там заканчивала консерваторию. Вот. Вот. И потом началась война, и мы очень с мамой голодали. Очень. С мамой и с моим братиком. Мама у меня... Вообще, мама для меня священное слово. Мама. Вот. Мы пухли от голода, и нас, когда немцев отогнали из Киева, тётя спасла. Должна сказать, что когда мы были в Свердловске, мама же ещё и хорошо играла на пианино. У нас был белый рояль роскошный. И мама продавала его за три мешка картошки. Вот. И когда люди приехали за роялем, они в Дом культуры его покупали, они три мешка картошки, а я у мамы на руках была. Говорит, и отдай нам её, она ещё мешок картошки получишь. Вот. Но я, мама говорит, ты вцепилась в меня. И, конечно, она не отдала меня. Она меня очень любила. Я её очень любила. Как-то всю жизнь так. Несмотря на то, что она вас гоняла беником, я знаю... Ну, было. В сорок лет. В сорок лет человеку беником. Просто я лентяйка всю жизнь была. И мамочка гоняла меня, чтобы я уборку делала. Я не любила все эти домашние дела. А что вы любили? Что я любила? Да, домашние дела вы не любили. А что любили вы? А я любила вот учить эти песенки на разных языках, репетировать всё время и в театре спектакли играть. Для меня, в общем, театр был, ну, как бы родным существом. Дело в том, что я к театру привыкла ещё с мамой в детстве. Она ведь работала в музыкальной комедии. И я каждую субботу, когда уроков не было, приходила в театр. И с детства сказала себе, я буду в театре, даже если в гардеробе придётся работать. Только в притеатре. Потому что, когда мамочка работала, не было такой конкуренции. Все были на своих местах, все друг друга любили. И мне очень нравилось находиться в семье актёрской. А уж я пришла, когда конкуренция началась. А сейчас тем более, ещё того будет пуще. Нас больше и больше. Я, насколько понимаю, это как раз портрет мамы, да? Да, мама моя священная. Сколько здесь ей, когда это было сделано? Ей, по-моему, я не помню, не знаю, но где-то за сорок. Мне кажется, что красивая мама, вы очень красивая. Но я не вижу сходства. Я на папу больше похожа. Так. А папу вы помните? Нет, я его никогда не видела. И даже когда он захотел со мной познакомиться, я отказалась. Потому что папа... Почему мы голодали? Пришло письмо с фронта от медсестры, которая была беременна от папы. И мамочка очень гордая отправила это письмо ему на фронт. И отказалась от элементов. Поэтому очень голодали. Я помню, как в три года, когда нас тётка киевская спасла от голода и перевезла в Воронеж. Я помню, когда на улицу выходила, видела, что несли хлеб, я просила, дяденька, дай кусочек хлеба. Вот помню. Три года я помню это. То есть мама у вас была... Я думал, что вас папа бросил. На самом деле, получается, что разрыв произошёл по инициативе мамы. Ну, мама гордыня, конечно. Она не простила ему его измены. А потом он стал со мной знакомиться на первом курсе, письмо, и стал знакомить меня с одной девочкой, с другой, от разных жён. Это ваши сёстры? Да. Я сейчас познакомилась с племянником от папы. Очень хорошие люди. Вы сейчас поддерживаете отношения с кем-нибудь из этих? Да. Вы до сих пор поддерживаете отношения? Ну, не до сих пор. Он недавно появился, я не знала. Они звонили, писали, я не отвечала. А сейчас встретилась с очень хорошей семьей. Времянник по папе. Я говорю, думаю, очень смешно. Ко мне на гастролях в Ташкенте приходит женщина и говорит, я последняя жена твоего папы. Это когда было? Это было в Ташкенте на гастролях с театром, я не помню, когда. Ну, в советские времена. В советские времена. Последняя жена твоего. Вот видишь, какие у меня руки. Я в столовой работаю. Вот он поест, и каждый пальчик мой поцелует. Он такой нежный, такой замечательный. Ну, есть у него недостатки. Но связался вот с моссовичкой, пока я рожала Артурчика. Вот такой мой папа был. И я почему-то маме он писал и просил денег, и мама высылала. Он у мамы просил денег. И мама высылала. Но он был добрым человеком. Очень отзывчивым. Очень женщин любил, насколько я понимаю. Да, и они его очень любили. А у вас есть хотя бы, остались какие-то фотографии папины? Мамины и папины есть. Вы говорите, что вы похожи на папу, значит, вы... Больше, больше, чем... Можете сравнить. Ну, не знаю, помасьте. Мамочка блондинка и белокожая, а я темнокожая и была брюнеткой. А у папы просто донские казаки, они же воевали с Турцией. И какой-то прадед привез турчанку. И они прожили счастливо много лет и вместе в один день умерли. Вот. И поэтому турецкая кровь немножко присутствует. Поэтому я была брюнеткой. Вот про гордыню вашей мамы я помню эпизод, про который читал, что однажды ваш брат в самые голодные времена где-то добыл... Что-то спер, да. Пончики какие-то. Да, да, да. И мама выбросила их в окно. Сказала, пусть лучше мы умрем, но мой сын не станет вором. Однако. Сила такая была. Мама удивительная. Она сама и закончила свою жизнь. В смысле? В смысле того, что она умерла не просто, а напила снотворных. То есть она покончила жизнь самоубийством? Увы. Я не смогла ее спасти. Сейчас объясню вам. У нее очень болели ноги и тазобедренные суставы. В то время, она в 91-м ушла, не делали операции на тазобедренные суставы. Она очень мучилась с болями. Очень суставы, так же, как вот и я теперь. Вот. Но я-то сделала операцию, а тогда не делали операции. Вот. И она, как я ни просила, она говорит, я больше... Написала мне записку, я больше держать не могу горшок. Она в коляске ездила. Ну, боли страшные были. И ничем помочь я ей не могла. И денег не было. И ее пенсии, и мои 75 рублей. Надо было в Ригу везти, а денег не было. Только в Риге делали тогда операции. Вот. Так что я очень-очень чувствую себя виновата перед мамой. Но я ничем не могла ей помочь. А мама чувствовала вину перед вами? Да. Поэтому она и ушла. Она ждала меня, когда я приду после спектакля, после репети. Она хотела, чтобы я была чаще с ней, а я не успевала. А где был брат? Брат, он закончил Суворовское, потом Артиллерийское в Киеве. Он в Киеве был. Он и сейчас в Киеве. Вы общаетесь с ним? Нет, я боюсь ему звонить. Тяжелая ситуация. Мне кажется, она еще тяжелая, потому что, насколько я понимаю, из того, что я прочитал о вас и о вашей семье, эта мама дала вам установку не заводить детей. Она не хотела внуков. Не то, что она не хотела внуков, а просто у нас, ну как вам сказать, средств не было держать няню. 75 рублей оклад и мамочкина пенсия еле-еле хватало. Хотя я вышла замуж за человека, который должен был платить алименты. Так что у нас с деньгами было очень неважно. Я не могла няню нанять и для мамы, и для ребенка. Я ведь помню, что во время кабачка «Тринадцатый стульев» тогда не было у нас там желтой прессы, не было термина «секс-символ». Но пани Зося ваша фактически была секс-символом. Вам писали мужчины со всей страны. Вас обожали. Неужели не нашлось ни одного человека, который не захотел бы стать вашим, ну, не знаю... Мне писали письма очень смешные, очень трогательные. Мне писал мальчик из Ялты, или я уже забыла, где-то из юга. «Жестенько, выходи за меня замуж. Дело в том, что у меня квартира, окна выходят на море». А ему 18 лет, а мне 30 тогда было. Ну и что? Но мама говорит, что актрисы легкого поведения. «Ну, знаешь, я тебя устрою в гастроном, ты будешь продавщицей». Могло бы жизнь сложиться совершенно по-другому. Жили бы на море. Да, 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 да. Но еще смешной был вариант. Дело в том, что нас в институте приучали не краситься в жизни, не демонстрировать свою профессию. И я не красилась. Ну, как женщина я должна была прийти с сумками, приходила в театр, что-то по дороге купить, что-то домой принести. Вот. И однажды получаю письмо, по-моему, из Маленска от парня, который просит со мной познакомиться и поговорить со мной. Я говорю, я могу только вот перед спектаклем, выхожу из метро Маяковская, и там у колонки встретимся. И вот я с сумками бегу, стоит бледный молодой человек. Я говорю, ну что вы хотели сказать? Молчит, молчит, молчит. Потом получаю письмо, либо телефон, не помню сейчас. Зося, почему ты со мной так поступила? Почему ты прислала другую женщину? Вот как? То есть он вас не узнал? Не узнал, почему? Без грима ты совсем другой человек. А те люди, с которыми вы учились, вы с кем-нибудь из них связь поддерживаете? А как же Виктория Липко, мы дружим всю жизнь, это изумительная. Она поэтесса, пишет книги. У нее замечательные стихи. Вне времени, вне срока, вне страны рождается божественная вера. Как созревают осенью плоды, так жизнь нужна, чтобы душа созрела. Незрелая душа, как кислый плод, ни радости не даст ни насыщения, а может вызвать лишь наоборот своим примером к вере и отвращении. Но если с детства, не смыкая глаз, трудиться над душой постоянно, она внезапно расцветет у вас и даст плоды прекрасные нежданно. Все рухнет прах, богатство, суета, развеются сомнения химеры, и перед душой откроются врата. Врата любви, надежды, мудрости и веры. Правда, чудные стихи? Чудесно, да. А как вы с мужем познакомились, с нынешним, с вами? Очень смешно, очень смешно. Я как-то, я была замужем за другим человеком и возвращалась домой после спектакля. В метро ехала, и вдруг за мной кто-то топает сзади. Это спортивное было метро. И темно, и я испугалась. Думаю, сейчас дойду до фонаря, повернусь и спрошу, кто это. Я дошла до освещения какого-то, повернулась и резко сказала, что вам надо? И вдруг очкаря говорит, познакомиться. Но я успокоилась и сказала, я не знакомлюсь, я замужем. Но он мне оставил свою карточку или там свой телефон. Мало ли как в жизни сложится, звоните. Ну вот так. И потом сложилось так в жизни, что мне пришлось ему позвонить. У вашей мамы было несколько мужей. То есть у вас были отчимы. Да. Сколько было их? Вы знаете, я очень любила и считала его своим отцом. Зубова Дмитрия. Дмитрия Зубова. Потому что он действительно относился ко мне как... Он с фронта привез мне куклу. Аделечку. Я ее почему-то подарила. Не знаю. Удивительный был человек. Он меня спасал от мамы, которая меня ремнем лупила за что-то. Господи, не только веником, но и ремнем еще. Ну, в детстве. Потому что мы поехали в Германию с отчимом. И мама там концерты играла. И я там подружилась с немецкими детьми. И мы играли. А там убивали русских детей потихоньку. И мама испугалась за меня. В Германии? В Германии. После войны? Да, после войны. Убивали русских детей? Да. Потому что много было там осталось военных, наверное. Я не помню. Почему-то с отчимом мы там были. И с мамой. Моя мама там концерты играла. Но детям доставалось русским. Вот. И мама нашла меня. Я даже уже по-немецки стала разговаривать. Жаль, все забыла. А теперь уже на калетке я крутилась с девчонками. Она меня схватила с этой калетки. Вытащила и ремнем. А отчим меня спас. Не дал ей меня побить как следует. Но я больше уже без разрешения никуда не выходила. Ну и мама у вас была, я могу сказать. Она серьезная была женщина. Непростая девчонка. Но она для меня счастье. Она многому меня доброму научила. Она мне говорила. Валечка, тебе нравятся цветочки? Не рви их. Они тоже хотят жить. Вот представь себе великан. Возьмет тебя, оторвет голову. Тебе будет хорошо. А я говорю, нет. И с тех пор я цветочки не рву. А стараюсь, если иметь цветочки, то в горшочке, чтобы они тоже кушали. Вот. И к животным. Бабушка ловила мышек. Какая мышеловка, да? В Воронеже. А мама собиралась на концерт. И я плакала из-за мышки, что ее убили. А мама взяла мышку, рядом грим положила. Говорит, я сейчас сделаю искусственное дыхание по животику. И сейчас пойду на концерт. И во дворике она убежит. Я верила маме. Мама приучила меня. Знаешь, научи меня, Боже, любить. Всем умом тебя, всем помышлением. Чтобы душу тебе посвятить. И всю жизнь. Каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Никогда, никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех которых пришел искупить, ты своею причистую кровью. Бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. Это знаете, чьи стихи? Это стихи брата Николая, нашего царя. Вы когда-нибудь писали стихи? Писала. Про маму? И про маму, и про себя. Можно, да? Конечно, можно. Пока здоров и добрым быть легко. Пока работа спорится, улыбку даришь. Как хорошо, когда сплошное торжество. Ты наверху успехом правишь. А если тучи соберутся над тобой, Болезнь ударит и сожмет дыхание, Водоворот беды даст трещину пробой, Сомкнется ночь и мракополыхание. Сумеешь ли с улыбкой все принять? Понять, что доброта не времени забава, Что злость способна только убивать. Небесные радости земные покрывала. Уймис, напрасно возмущение. Разлад в душе страшнее мщение. Забудь секундные волнения. Придет рассвет. Да будет воскресенье. Вот мама, конечно, сделала из вас человека с понятиями. Но в результате сейчас у вас нет, Насколько я понял, мы с вами общались До начала нашего разговора, Ни дачи, ни машины. То есть вы не сумели свою славу И любовь зрительскую конвертировать Во что-то материальное? Нет, никогда этим, ну как-то даже в голову не приходило. А вы знаете, сколько сейчас зарабатывают Ваши юные коллеги? Не знаю. Понятия не имею. А сколько вы зарабатывали, Когда вы были звездой кабачка 13 улев, И страна знала вообще паню Зосю? Доплачивали, значит, на телевидении 130 рублей, И маме на пенсии 120. 130 за каждый выпуск? Или 130 за что? Не помню уже, но в общем, немножко. Немножко. Много я не получала никогда. И не просила никогда. В театре 75 рублей оклад. Было очень долго потом. В месяц 75 рублей? Что на эти деньги можно было тогда купить на 75 рублей? Ну даже няню мамочки я не могла нанять. Но тогда мне главное было на сцене быть. А как вы одевались? Вас театр одевал, Или вы одежду покупали сами для себя? Вы знаете, на телевидении мне шили очень хороший костюмчик. Я его любила. Такое ощущение платьице с фарточком. И еще. Но мне помогали соседи. Давали платьице хорошее. Наташа Селезнева давала платье. Ну так, друзья помогали. Зоя Зелинская. Она давала шляпки Ольге Александровне. Пане Монике. А мне платье как-то подарила. Ольга Александровна это? Пане Моника. Это Аросева. Да. Надо же. А кто придумывал имена? Я знаю, что пани Зоси, это вы сами себе выбрали. Да, да. Остальные тоже Селезнева решила, что она будет Катариной? Дело в том, что Георгий Васильевич, режиссер, спросил, ну вот официантка, как ты хочешь называться? Как тебя назвать? А я сказала, у меня бабушка имела подругу Зосию. Бусь буду Зосей. Так и пошло. Вы стали заслуженной артисткой Польской Народной Республики раньше, чем, по-моему, заслуженной артисткой Российской Федерации. Да? Не помню. Я помню только то, что как-то против была пане Моника. Она в профсоюзе была, в театре, в партийной организации. Она не хотела, против была. Почему? Почему? Ну, потому что, ну, считала, что я не заслуживаю. Знаете, когда рядом, то лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Она смешно ко мне относилась. Допустим, операторы проходят со мной песенку. А мы еще целуем, еще по первой кабачке. Долго вы будете с этой дурой работать? Ну, не дурой, но так с ней. Пора со мной заняться. И меня выгоняет. А потом Валька, дай мне часики, пожалуйста. Ну, у нее характер был мужской. А мужской, то есть, это значит, вот такой плохой характер, я так понимаю. Не то, что плохой. Жесткий. Нет, не плохой. Просто она женщин недолюбливала. Друзья у нее были молодые мужчины. А у Миронова был мужской характер, у Андрея Миронова? Андрюша был трусоват. Я с ним же училась. Он маму боялся. Свою? Свою. Она его тоже веником, как? Нет, нет, нет. Просто дело в том, что мама была очень известна и папа. И ему надо было соответствовать. И поэтому он поначалу так. А потом уже он окреп, окреп, окреп. Я потом так как на одном курсе были. Я поэтому помню. Я поэтому задал вопрос, потому что я слышал уже от его однокурсников. Но дело в том, что он сыграл в моей жизни очень важную роль. В каком смысле? Так как я просто созерцатель робкий. Смотрю на жизнь доверчиво. И этот путь заманчиво топки преодолеваю слишком застенчиво. И я стеснялась очень делать этюды. И на второй курс меня перевели с тройкой с плюсом. Тройка с плюсом. И хотели перевести в малую студию малого театра. Я отказалась. И вот они предложили Андрею сделать со мной отрывок. И загадочные натуру Чехова. Это первая его работа режиссера. И он поставил. И мы пошли как-то. С тех пор я даже получила диплом с отличием. Благодаря Андрею. И в театре я попала благодаря Андрею. Удивительно. Вот он в этом смысле сыграл. Но вы общались с ним потом уже, когда он стал суперизвестным киноактером? Нет, мы не дружились с ним никогда. Почему? Потому что у него были свои женщины. Они наговаривали на меня какую-то чушь. И он им верил. Ну, дело в том... Слушай, какого рода? Ну, то, что я получаю роли благодаря режиссеру. А это было неправдой. В общем, у вас не очень много ролей было, прям скажем. Но хорошие роли были. Учитывая вашу известность. А Андрей, кстати, когда я работала с Сюзанной. Господи, забыла, как спектакль называется. «Женитьба Фигарова». Да, «Женитьба Фигарова». Я год репетировала. А хотела играть Сюзанну Танечка Егорова. Она была любимой как раз Андрея. И он все сделал для того, чтобы меня сняли с роли. И я 13 лет плясала в «Крестьянках». А потом ввелась... Верочка заболела, Васильева ввелась и играла графиню. И потом Андрюша стал ко мне относиться лучше, увидев, что я все-таки что-то могу. А графа ведь играл Ширвинд в том спектакле. А какие у вас отношения с Ширвиндом? Учитывая, что он же вашим руководителем был столько лет в театре «Сатюры». Да. Он был очень добрый, замечательный. И особенно я люблю его жену, Наталью Николаевну. Почему? Потому что он очень красивый. И, конечно, женщины любили его. Она не обращала ни на что внимания. Она удивительная женщина была. Так же, как у моего брата, жена, царство ей небесное. Мой братик хорошо гулял. В папу? В папу, да. И девочка родилась, и он обратился к жене, чтобы она устроила эту девочку в медицинский институт. И она устроила. Она никогда не обращала внимания на его эти выходки. И потом он понял, она святая. И они вместе старость доживали. Очень умная женщина была. Очень. А брат пока что вот-вот ужив. А что для женщины важнее? Ум или красота? Вы знаете, и то, и другое. И то, и другое нужно. Мудрость нужна. Мудрость. Это очень важно. Женщина должна уметь прощать. Не обращать внимания на какие-то вещи. Уметь прощать. Это важное, кстати, поступление. Латвии в Евангелии. Ну, смотрите. Ваша мама ведь не прощала. Значит, она не была мудрой. Моя мамочка в чем-то не была мудрой. А вы мудрая? Стараюсь. Были такие роли, про которые вы думали, что они станут звездными, а они не выстрелили в ваши фильмографии? Нет, я не задумывалась о звездности. Никогда. 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 Я работала и любила то, что я делала. А будет это, не будет звезды. В общем, я не рвалась звезды. Никогда. Вы сейчас в театре по-прежнему служите? Пока меня держит в театре новое руководство. Почему? Потому что я из-за ноги в одном спектакле работала, где меня ребята водили. А сейчас я в виде хромоножка. Поэтому... Есть надежда, что, может быть, к сезону новому я приду в себя с ногами. А вы с Газаровым знакомы были до того, как он пришел на место Ширвинга? Да, он пришел, Ширвинт знакомил. А до этого вы не были знакомы с ним? Нет, нет. Так. Нет. Но я уже тогда была с палочкой пришла. И, так сказать, на общем собрании. А так, в принципе, воочию не встречалась с ним. Ну, перспективы какие? Какие вы видите перспективы в театре? Есть роли, где вы себя видите? В нынешнем? Не знаю. Я давно в театре не была. Вот уже сколько с операцией? Два месяца, три. И до открытия сезона я надеюсь поправить ногу и прийти. Но все равно без палочки я не приду. Но я думаю получить роль какой-нибудь старушки с палочкой на коляске выезжающей, дай бог. Смотрите, Зиновий Герд всю жизнь. Хромал. Да, играл. И тем не менее, у него было масса ролей, его люди знали и любили именно в этом образе. Но он хромал, ходил без палочки, а я все-таки с палочкой. Но дело в том, что был спектакль, которым мне было удобно играть. Там зонтик был, и ребята меня под руку брали из зонтика. И так я выкручивалась. Это было дамское счастье. Очень маленькая роль, но очень симпатичная была. И я там как-то выкручивалась. А сняли спектакль, и все, у меня нет работы пока. Вот вы столько лет в Театре Сатиры. Знаете, скажу, 13 декабря будет ровно 60 лет. 60 лет вы в театре. С 62 по 13 декабря 2022 года будет 60 лет в театре. Вы выглядите моложе 60, а вы на сцене уже 60 лет. Многие люди говорят, ваши коллеги, что сейчас уже нет в кино и на сцене таких людей, которые были вот, ну скажем, в то время. Таких, которых вы знали. Вы же знали хорошо Витцина, да, по-моему? Да, какой замечательный был человек. Боже мой. У нас идет шум съемка, а он молочко сидит, попивает, ни во что не встревает. Такой чудный был. Добрейший человек. То есть без всякой звездности? Без абсолютно никакой звездности не было. Но тот же Миронов, как мы знаем, уже вот в последние годы он, ну, зазвездил, как рассказывают. Или вы не замечали этого? Вы знаете, дело в том, что он, не знаю насчет звездности, просто он очень не любил шум за кулисами, шумел на нас, чтобы мы тихо себя вели. Но это было естественно. Потом, вы знаете, как-то в жизни сложилось, что я с ним играла последний спектакль перед его смертью. Мы играли... Женильба Фигаро. Женильба Фигаро. Да, он главную роль заиграл. В Риге. И вот он читал монолог к Сюзанне, о любви к Сюзанне. Я стояла за кулисами, мы ждали последние куплеты на выход на сцену. И вот он ухватился за бордюрчик, губы шепчут, а звука нет. Я не могла понять, что это. И только Александр Анатольевич понял. Он выскочил из другой кулисы, подхватил Андрея и вынес его. Он был в черном костюме, его положили на стол, а девушки-крестьянки в красных этих юбках ярких окружили его. И я думала, он не должен умереть. Он издалека смотрелся красным маком, таким черный костюм, как сердцевинка, и красные эти юбочки. Но продолжал он объясняться в любви Сюзанне. Так что он ушел. Очень был, как в этот вечер, добрый ко всем, удивительный был. И я так думала, не должен он умереть. Но у него дело в том, что он все оттягивал. Операция у него была, аневризма, и надо было вырезать ее. Он все оттягивал. И когда мы приехали в Ригу после Вильнюса на гастроли, он говорил, я в своей жизни, на 1946 году, никогда не отдыхал. И в этом году мы с Ларисой собираемся отдыхать. С Голубкиной женой. С Голубкиной, да. И эту передачу передают после его смерти, когда его везут уже на кладбище. Так что он так и не отдохнул. Мы про Польшу начали с вами говорить. Вы заслуженная артистка Польской Народной Республики. Всем участникам Кабачка 13 лет дали. Многим, очень многим. Но не всем. Это польское посольство было, они нас приглашали. По-моему, есть даже орден у пианистки. Красивый очень орден польской заслуженной. У меня дома где-то он валяется. А в Польше-то вы были? Были. На гастролях? На гастролях с театром, а не с Кабачком. То есть Кабачок ни разу не выезжал в Польшу? Выезжал. Я уж не помню. Я помню, мы были в Кракове. В Кракове мы были. И в Варшаве. И в Кракове, когда я заговорила на русском языке, со мной не стали общаться. Думаю, господи, здесь моя бабушка родилась. А со мной не общается только потому, что я говорю по-русски. Одним словом, все хорошо. Прекрасная маркиза. Все хорошо. Вы по-польски не говорите совсем, да? То есть у вас... Я помню, что-то бабушка пела. Сивый-сивый кони, зелы на попрэньга, кохайте мне, хлопцы, боя панна тэньга. Вот единственное, что я запомнила. А напомните, у вас польские корни по маминой линии? По маминой. То есть бабушка ваша, то есть мама вашей мамы, она из Польши. Бабушка... Дело в том, что бабушка с дедушкой приехали... Она вышла замуж за разорившегося дворянина, моего деда Антона. И они купили дом в Киеве. И в семнадцатом году мамочка была на руках у бабушки. Пришли красноармейцы и расстреляли моего деда. И бабушку выбросили на улицу. А потом я ходила в этот дом. Это был дом пионеров. И я не знала, что это дом моего деда. И только потом, уже много лет спустя... Я знала, что это был дом нашего дедушки. Он мне сообщил. Я, насколько помню, он аптеку там содержал, да? Да, он был фармацевтом, хорошим врачом. Я иногда, когда сама себе делаю уколы гомеопатии, прошу, дедушка, помоги мне. А вы верите в гомеопатию? Не все ведь верят. Я верю. Потому что помогает немножко, но помогает. А животные помогают? Я знаю, что у вас очень много было животных. Некоторые говорят, что у животных есть терапевтические какие-то. У кошек, у собак. Не знаю, не знаю. У меня любимый пес. Дай бог ему жизни. Ему по-человечье почти сто лет. Степушка сейчас. Он в деревне там с мужем. Он так же, как я, хромает. Он мои болезни взял. Так же, как я, глуховат. Но еще плохо с глазками. Вот. Какая порода? Вельшкорги. Откуда вам подарили или вы купили? Нет, муж подбирал. Подбирал. Дело в том, что в деревне щенков привозят с детишками, а осенью забирают детей, а животных оставляют. И муж подбирал. И привозил к нам и кошек, и собак брошенных. Я помню ваше телеинтервью, в котором вы рассказывали про попугайчиков, которые у вас были. Да. И с которыми у вас были какие-то... Добрые отношения. Дело в том, что я дружила с чипочкой синенькой, и Юрий Владимирович, мой муж, купил на рынке Калетниковском ей мужа Кешечку. Он был желтенький. Они не приняли друг друга. По цвету не подошли друг к другу. Кеша очень любил Юру, мужа. И когда Юра кормил Кешу, то он кормил пальчики его. Отдавал свое зерно мужу. И умер у него на руках. Чипочка топала-топала, не могла взлететь. Я ее поднимала, она садилась на плечо, и клювиком меня в щеку целовала. И когда она померла, умерла, я так переживала. Я же говорю, она во сне пришла ко мне в стае попугайчиков. И сказала, мне так хорошо, не плачь. А в студенческие годы вы, как и положено, выпивали? Нет. Нет? Нет. То есть вы там тоже были белой вороной, да? Да, я была белой вороной. И я вообще на вечеране оставлялась. Я все учила, и историю, и... Ну, я приехала, и потом очень стеснялась. Я не была плохо одета была. Мамочкина, бабушкины туфли стоптанные, кофточка, юбочка мамина. Я стеснялась очень. Поэтому очень плохо с этюдами у меня не получалось. Вот Андрюша меня подтянул. Миронов. Андрей Миронов с загадочной натурой. Я и в театр, благодаря загадочной натуре, с ним попала. А как вы с Ташковым познакомились? На фильме «Майор Вихрь». Кстати, про Польшу, если мы говорим. Даже действие происходит в Кракове, по-моему, «Майор Вихрь». Не помню. Не помню. Мне было 27 лет, я сейчас не помню. Мне кажется, что так. И я там танцевала у него просто в эпизоде. И мне как-то полюбился он. Почему? Потому что со всеми актерами, которые в массовке, знал имена. И очень уважительно относился ко всем. Не важно, какая массовка. Ну, вот. Ну, а как познакомились-то вы? Вы сказали, когда, но не рассказали, как. Ну, вот я оттанцевала, и он стал приезжать ко мне в театр. И караулить меня после спектакля. То есть ухаживать? Да. А он вам сразу приглянулся как мужчина? То есть вы его отметили? Да. Знаете, я первый раз вышла замуж за человека, который поднимал меня. Я на лыжах не умела кататься. Я на лыжах падала, а он меня поднимал. Я из благодарности вышла за него. Вот. Смешно. Ну, а тут, конечно, его отношение к актерам было замечательное. Но потом он стал ухаживать за мной. Ну, как тут было не влюбиться? Написано в той же Википедии, что вы растили его сына. Андрюша замечательный был мальчик. Не знаю, я его полюбила. Знаете, в жизни как было? Когда я пришла в этот дом, я поняла, что там атмосфера очень сложная. Катя болела очень. Я ведь отказалась от Евгения Ивановича, когда узнала, что он женат. И Катя была жива. Я отказалась. Я ушла от него надолго. Даже вышла замуж за другого человека, чтобы не общаться с ним. Вот. Но вот Катя погибла, и на гастроли стали приходить телеграммы. Вы про Екатерину Савинова, да, говорите? Катя, это Екатерина Савинова. Что Катя погибла, я тебя жду. И когда там была добротница Наташа, царство ей небесное. И я когда пришла, после школы Андрюша в ванне плачет, я говорю, что Андрюшенька? А мне Наташа сказала, что пришла молодая, и я не нужен буду здесь. Вы меня выгоните. Я говорю, что ты, Андрюшенька? Скорее меня выгонят, чем тебя. Ты что? И мы с ним чудно общались, чудесно общались. Вы знаете, мы начали передачу с того, что она называется у нас «Золотая рыбка». И у нас действительно есть «Золотая рыбка». Вот этот вот китайский карась, которого зовут дядя Володя. И я вам предлагаю что-нибудь у дяди Володи попросить. Дядя Володенька, дорогой, помоги мне со здоровьем. Помоги мне, пожалуйста, чтобы я ходила не с палочками, а без палочек. Очень прошу тебя, дорогой дядя Володя. С Богом. Валентина Дмитриевна, а я еще к тому же желаю вам и новых ролей, и хорошего настроения. Вы чудесный совершенно собеседник, красивая женщина. Спасибо большое за разговор и за визит. Спасибо вам. Спасибо.